Севастополь отмечает День музеев. Историков, ученых, искусствоведов и реставраторов музея-заповедника Херсонес-Таврический поздравили с профессиональным праздником. В византийском дворике собрались те, кто долгие годы хранит музейные традиции, интерес к истории Отечества и любовь к Севастополю. В музее случайных людей не бывает. Если человек остается здесь, то он остается здесь уже на долгие десятилетия. И, несмотря ни на что, будет вкладывать все свои силы, душевное тепло, профессионализм для развития и процветания любимого музея. За вклад в развитие науки и сохранение культурного наследия города благодарственные письма сотрудникам музея-заповедника Херсонес-Таврический вручил депутат Государственной Думы России Дмитрий Белик. Это в первую очередь огромная ответственность, потому что понимаешь, что те предметы, которые мы в настоящее время храним, им больше двух тысяч лет, тысячи лет, мы все это храним. С Международным днем музеев поздравила лауреат международных конкурсов концертмейстер Севастопольского симфонического оркестра Светлана Рубина. Сегодня мы приехали поздравить, поблагодарить работников, сотрудников, трудовой коллектив музея Херсонес-Таврический за их труд, за их работу. Сегодня акция, всемирная акция «Ночь музеев», когда музеи по всему миру работают не только днем, но и ночью. Насколько я знаю, здесь сегодня, в Херсонесе, музей будет открыт до двух часов ночи, и будут какие-то программы, которые люди не могут посмотреть в обычный день. Международный день музеев отмечается 18 мая во всем мире с 1977 года. Праздник этот в первую очередь для посетителей. День музеев в Херсонесе сменит ночь. С 8 часов вечера до 2 часов после полуночи гостям представят музыкальную программу джазового оркестра и покажут мультимедийное шоу. Пройдут викторины по истории Боспорского царства и квест «Путешествие в историю Херсонеса». А в малом выставочном зале византийской экспозиции впервые выставят древние украшения из драгоценных металлов. Продолжение следует...